Привет, друзья! С вами снова Театр Уличного Искусства Суброза. И сегодня будет немного необычное видео, потому что перед нами стоит задача рассказать вам о том, как мы создаем концепты к нашим спектаклям. Так уж происходит, что зачастую создание персонажа это процесс не менее тудаемкий, чем подготовка целого номера. И сегодня мы решили поделиться с вами несколькими мыслями по этому поводу. Речь пойдет о создании персонажа в программе Таро, подготовкой которой мы сейчас занимаемся. А именно об образе жрицы для одноименного аркана. Кстати, в данный момент я рисую персонажей также из этого номера, но о них речь пойдет чуть-чуть позже. Первое, что действительно важно понять, образ не равно костюм. Образ это гораздо более глобальное понятие. Это и настроение номера в целом, и настроение музыки, и поведение актера. Образ диктует практически все, что будет в итоге связано с персонажем. Жонглер может показывать невероятные трюки, быть в сложнейшем и удивительно красивом костюме, но достучиться он до зрителя или нет, зависит напрямую от того, понимает ли, чувствует ли он тот образ, в котором он вышел на сцену. Именно поэтому первым этапом моей работы становится понимание идеи будущего персонажа. Второй этап не менее сложен, но очень важен. Мне необходимо донести до ребят свою идею. С помощью каких-то характерных набросков, кучи скетчей, фотографий, музыки. Ведь именно сейчас мы должны прийти к выводу о том, соответствует ли персонаж программе в целом. Ее стилистике, ее настроению, ее задачам. Здесь очень важно оказаться под таким перекрестным огнем из мнений, потому что чем больше мыслей, чем больше идеи, критики, тем лучше и живее получится персонаж в конечном итоге. Ведь каждый из нас так или иначе формируется под воздействием очень разномастного и пестрого окружения. И лишь после дружного одобряемся я могу приступить к визуализации идеи. Вот здесь-то и начинается самое интересное. Для меня процесс создания визуального образа персонажа очень тесно связан с музыкой, которая будет звучать в номере. Поэтому нередко выбор трека для будущего номера происходит параллельно с визуализацией самого персонажа. При создании образа жрицы у меня были достаточно непростые стилистические рамки, потому что нужно было каким-то образом совместить вместе и тематику карт Таро, и постапокалипсис, и нотки этники, даже, возможно, чего-то циркового. И я начал с карты. Я постарался представить, какой была бы жрица, изображенная на карте Таро, если бы эта колода принадлежала каким-нибудь нашим далеким потомкам из постъядерного будущего. Верным помощником на этом этапе для меня всегда становятся старые скетчбуки, которые я храню, поскольку за несколько лет накопилось очень много идей, которые по тем или иным причинам у меня были реализованы. И какие-то элементы, которые мне нравились, казались классными в предыдущих набросках, я с радостью использую с надеждой на то, что именно в данном образе они найдут свое уместное воплощение. И лишь после того, как ребята скажут «да», мы можем приступить к созданию костюма. Костюм, в свою очередь, должен соответствовать не только образу, настроению. Костюм должен соответствовать и артисту, которому предстоит в нем выступать. Речь идет здесь не только о каких-то размерах, высоте, ширине. Речь идет прежде всего о цвете волос, о характере фигуры, то есть о тех параметрах, которые делают костюм либо органично сочетающимся с актером, либо нет. В финальной стадии работы над образом жрица стал для нас небольшой фотосет с некоторыми атрибутами будущего костюма. Это еще одна возможность понять, идем ли мы по правильному пути, все ли нас устраивает, и станет ли наша жрица настоящей, живой, цепляющей зрителя, доносящей идею. А впереди еще огромный фронт работы, это создание костюма целиком. И, кстати, возможно, что-то поменяется, что-то уберется или добавится, это не страшно. Главное, чтобы эти изменения помогли нам сделать нашего персонажа максимально понятным, интересным и живым. Спасибо за возможность поделиться немножко своим опытом. Как всегда, мы будем рады вашему отклику, каким-то пожеланиям, вопросам, критике. А пока всем отличного настроения. С вами были ребята из Театра Суброза. Всего хорошего.